В Одессе состоится полуфинал клубка КВН Украины, и его организаторами является Ассоциация КВН Украины и, конечно же, Одесская Национальная Академия Связи. Ваши аплодисменты! Суверенители такие команды, как команда КИСНОРОД, Одесская Национальная Академия Связи, Ирина Попомната! КИСНОРОД, Одесская Национальная Академия Связи, Ирина Попомната! КИСНОРОД, Одесский институт. delivery. КИСНОРОД, Одесский государственный педагогический университет имены Дмитрия. КИСНОРОД, Одесский гост. Украинский Технический Университет. Ну что ж, а теперь я хочу вас познакомить с Судейской коллегией игры. Дважды чемпион СССР в составе команды «Джердельфины Ану» ныне журналист Сергей Асаша. АПЛОДИСМЕНТЫ Миналитический чемпионат КВН Украины в составе команды «Джердельфины Анатоличевск» Владимир Юсилев. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель правового студента по детской докторной академии «Серзи» Аминчук Евгений. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕРЕСЛЕЙ ВЙГАРН Ну что, дорогие друзья, я хотел бы ещё написать одного человека, после которого, в принципе, не состоялась эта удивительная игра. Хватит пригласить на эту сцену. Миктор Одесской национальной академии сессии, Удаля Викторовича Павловича! Еще раз здравствуйте. Вы знаете, я вот оторвался своей работой, весь замученный, зашел в зал, посмотрел на вас и ожил. Вы очень делаете большое дело и для себя, и для других людей. Смеяться, шутить, шутить над чужими оживлениями, над своими, это прекрасно. Я хочу пожелать вам, ну не только в уме, я думаю, все же в КВН главный участок, вот этого, и я обращаюсь к своей команде Кислород. Если вы проиграете, я все равно буду вас любить. Не зависимо от сегодняшней игры, я хочу пожелать вам, конечно же, большого счастья в вашей жизни, чтобы ваши усилия дали вам возможность жить, как, так, так, как вас зовет ваше сердце, как зовет ваше ум. Ну, конечно же, для этого надо двигаться, для этого надо трудиться, обязательно это надо делать. И вот, для движения труднее, лишний, я ноги нам дал Всевышний. Жить в застое рода людской мог быть с одной ноги помогать. Значит, вы движение, вы приехали с других городов, и это очень хорошо. А вот почему у нас один город и по два больших разума. А род нам дан, чтобы говорить о каменью связи и хвалении, не за тем, чтобы пиво и сигареты не давить. Я вам желаю, чтобы в вашей жизни все сложилось так, как вы хотите. Чтобы каждый из вас жил в гармонии, в радости и счастье. Успехов! Спасибо. Спасибо. Давайте вместе с вами, вместе с нашим залом вас, старой, доброй традицией пожелаем наших командам ни в буря, ни в буря. Всего доброго! Ну что ж, а пока здесь команды готовятся к выступлению, расскажем про наши конкурсы. Первый конкурс, как обычно, называется «Визитка». Визитная карточка любой команды. Тема сегодняшнего приветствия, а у нас во дворе рекламе 5 минут. Ну и первой, открывая наш КВЭК, команда «Кистер» города Одесса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ВИФЕСМЕНТЫ touched on the Alfred and the utilise with you ... 78 cattle АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, почти верно, от Одесса А у нас во дворе есть парень, которому папа подарил обалденное йо-йо Прогулка с собачками! Просто мне хочется сказать, о боже, какой мужчина мне бы его шею! Крабителей, которые знают реальное состояние дел, выйдет с банки. Значит, не нужна листья. Все, к примеру, это отправление в последний день в сумку. Какую? Войду! В сумку может определиться, на какой лавочке ему спать. Мы тут не могли определиться, какую миниатюру показать следующей, но остановили свой выбор на любителей капуэра на базаре. Ананасы, апельсины, банан... Бананавы! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья! Мало кто знает, но наше выступление смотрел Анатолий Вассерман. И признался, что, оказывается, в прошлой жизни он был кроликом. Не, ну ладно, устал пацан, с кем не бывает. Да ни с кем не бывает. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А знаете, бобёр и тенист принципиально не строят плотины. Но он думает, что жить нужно сегодняшним днём. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы, думаю, вы обязаны увидеть 246-й сезон телепередачи «Холостяк». И наши девушки, наверное, желают познакомиться с героем этой передачи. Давайте встретим 247-го «Холостяка». «Холостяк» АПЛОДИСМЕНТЫ Ищите все к вам сразу. Давайте сначала познакомимся, чем вы занимаетесь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие друзья, ну, как вы видели, ректор в самом начале развязал нам руки, и поэтому хотелось бы еще раз поблагодарить все команды, которые, хотя сегодня приехали, завтра выезжают, а мы продолжаем чекиниться в Одесской национальной академии связи. Это была команда Календор Кислород. Ну что ж, следующую педушевскую команду на саду, команда Календор Супы. Календор Кислород. Календор Кислород. Календор Кислород. Календор Кислород. Календор Кислород. Команда КВНКР душ Город Сумы. Тяжело быть в тренде, когда звукарь слушает Пуланову. И для начала, акции компании ООО «Якота» перешли на «Федота». От «Федота» на «Якова», от «Якова» на «Всякого». В общем, национализировали компанию. А сейчас представьте, очень результативный маркетинг. Здравствуйте. Здравствуйте, я хотел бы вам предложить наши услуги по страхованию жизни. Нас это не интересует. Друзья, туда может прийти неожиданно. Минуты на ваших... Друзья, туда никогда не приходит одна. А ты, счастливчик, позвони мне. Ты вам поможет искать. Подлец-продавец обвешал студента на 250 грамм и продал ему пустой пакет. А сейчас представьте, мальчик, который не выговаривает согласное. Васянка, что я вот здесь написал? Молодец, Васянка. Штрих, пунктир. Васянка, а ты мне покажешь свое домашнее задание? Нет. И что ты за это получишь? И уит. Васянка, и вит и дома получишь. А в школе два, Васянка, два... Минус на минус дает плюс. И витимка вампир отражается в зеркале. А сейчас представьте, парень, который первый раз крабит, и парень, которого первый раз крабит. Значит так, я сейчас к другу подхожу, говорю, давай сюда телефон. Телефон, да? Так, отравление! Что мне делать? Дай мне наступ! Сейчас! Держи! Ура! Ура! Получилось! Мне нужна твоя одежда. Егор, она, ты ж гардеробщица. Ну как-нибудь, ну поверь, ты мне, ну поверь. Мне нужна твоя одежда. Правда, Дарик неправильно понял фразу отмечать присутствующим и накидался. Ну а сейчас представьте, случай в такси эпоху девятнадцатого века. Месье, может вы прекратите целовать лошадь, и мы уже поедем? Ну, поехали! Передаем заводрок за проезд. Месье! Месье! А вы потас на время ветерана Бородинской битвы до Дерибасовской берете? Банамар! Да если вы побретесь, вообще по-детскому поедете! Месье, может слить девчую. Привет, друзья! На законченном нашем сезоне, хотелось вам и смеси, которые крутятся в каждую из вас голове. По тебя, по тебя. И пусть вы... Небо поможет нам! Небо поможет искать! Небо поможет нам! Небо поможет всё взять! Команда, которая поможет голосом! Спасибо! Небо поможет вашего просветы! Ну что ж, а следующий командир будет на сцену. Команда говорит с большой группой. Бород у нас! Смешайте! Бород у нас! Добрый день, дорогие друзья! И первая наша миниатюра «Идеец неудачник». В семейной жизни может случиться всякое. Все, ты плачешь. Давай цепочку сюда. Ну, Паша! Давай кольцо сюда. Телефон заберу твой. Паша! И телевизор я забираю. Мы никогда больше не увидимся. Паша! Так, что случилось? Паша на заградке! Тушил! А сейчас наша команда расскажет вам, как медведи научились сосать лаву. Папа, медведь! А, сынок, медведь! А можно скорейший прибил? Ну, битвой железный. Немного выше. Аа-а-а-а-а! Аа-а-а-а! Собеседование на должности тренировщика. Ну, значит, машина у вас будет, квартира будет, социальная страховка будет. А отпуск будет? Отпуск будет! Дудёвка на казаньке будет! А в чём потвор? Ну-ка, а в чём? Этого не будет! Этого не будет! Этого не будет! Ну, хоть на казаньке отдохну, по рукам. Ну, пока есть возможность по рукам. Цыган, который ночью так и не смог украсть коня. Ну, дорогой, ну, переволновался. Перенервничал. Ну, в конце концов, проблемы с семьей. Ну, скажем же, ведь может быть. Что значит, с каждым нужно быть? Вон Арчана под вести коней за ночь ворует. Нормально всё у него. Может, мне крачу сходить? Ай-не-не-не-не! Сыгани на колебство, да? Дорогой, ну, не знаю, давай, может, музыку разломляющую включим? Ну, попытайся. Диджей! У-у-у! 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 У-у-у-у! У-у-у! АПЛОДИСМЕНТЫ Вы, пожалуйста, стоите здесь. Я думаю, вы сориализируетесь. И так, кабинет, Кабинет-следователь. Алё, да. Алё. Ну шо, я сейчас сурку одного расколю, короче, и приеду. Ну ладно, давай, надо на работе. Так ты! Адваноскатор из головы крал! Где вы на лагере? Тише, тише. Я адвокат. Адвокат? Адвокат? А мне нужен Владимир Алексеев. Есть такой? По кличке Попылучик. Водочник. Вот он. А, значит, вот он. Ну че тянуть, давайте, вызывай нам это бешего. Здравствуйте. А, здрасьте. Можете рассказать, какую-то злополучную ночь выросли? Да? Ну, значит, я живу в элитном районе, сижу вечером такой, ем лук, разлезлился уже, запрокинул. Смотрю, лезет. Мужчина такой красивый лезет. В футболке в такой красной. А вот, отвлекся на секундочку. Часика три прошло. Залез так. Пакет белый у него. Он DVD в пакет сунет. Подбегают ко мне глаза стеклянные. Где тюрьский? Где тюрьский? Ну, я растерялся. У меня все на флешке. Я швапу быстренько бегу. Беру и... Давай протирать все. Наследил. Что за разлезлился из мост водички вам? Толок сочный был. Ну, я все рассказал. Где мои деньги? Какие деньги? Не мешайте здесь вообще. Подождем. Конечно. У вас не будет. Говорим сейчас. Ну, давайте как-то вот порешать. Ну, что тут решать? Это статья сидеть будет. Ну, ладно. Давайте три с половиной. Три с половиной. Ну, давайте двадцаточку. Не, ну, двадцать. Двадцать это много. Ну, компромисс. Ну, давайте десяточку. Давайте десяточку. Значит, мы тут поговорили со следователем. Вот. Ну, сейчас не нужно. Ну, когда в жюри придете, десяточку поднимете. Ну, и все укладится. С вами был Владимир Алексеев. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, тема приветствия у нас во дворе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смахнет, братья, кормит, кормит! Ой, да все смотрели, чё? Да, все знают! Кормит, троллит и хвостит! Без куполей прожит, это просто! Борить не дай, бортит, сыры и кормит! Мы не носили в грецах, но голодны! Мы знаем, время не станет на месте! Но вам надея на интересней! Если нет мы для кого-то, В руках мы про все покос! Назвечного солимать, Скажу нам, будешь ты гулять! Я не стану, я не стану, я не стану, я не стану. Спасибо! Это была мазарис Куданская команда КВН с большой рукой! Ну что ж, а следующий день Приглашаем нас снова команда КВН H2M «Белая церковь!» Доброго дня! Перед вами команда КВН Штваул. И в нашем дворе сегодня выпускник. Отож, первый наш номер голосить хлопец с стричкой. Это я, и врачи у меня сегодня день народжения. Отож, за старой школой традицией. Пусть витут не умрюши пешеходы полужим. Не-не-не, ребят, я смартульки, и рачки не ем. Гадаю, глядач, догадался, что за драм-эн-бейса распочнется? Ласкавым просим упору нашего фумыру! А-а-а! Колись Святку Яшимана попала в сім двором, Може статися не таке. Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е! А-а-а! Та нічой, нічого, зато татуку звела! А-а-а! В нашому дворі живе повариха, мати трьох синів. Вона их так и назвала Первый, второй и компот Уявить Биологичка в подсобке Трудовика Володимир Владимирович, ну мы с вами гендер, но не равный Ну это здесь, ну не равный ДНК Не, ну не хочешь на ДНК Давай я на ДСП постелю Якщо куяку зробить манту То його не можна чесати И кидать в борщ Скоро на всіх городах країни Трюс, 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 трюс Стопе Так вот все, випфинал, дуже відповідна награ Нам потрібно перемагати, є сироти номери? Давай Пай в стакані, пай в стакані Бежал олень, бежал куда-то Пай в стакані ты, лістка, забирай А сама лень отправляється в рай Закрій рот! Стань на місце Шановні колечі, я нагадую Що спонсор цього хаотічного депутиня Відкривання рота на сцені Клініка нейрохірургії і неправильний діагноз лікаря Сергію вибрямся Чого? Бо я жартую, а скаріоз ні! Звук зберіг Звук зберіг Звук зберіг Звук зберіг Звук зберіг Коли мовники Янко грається в футбол, то апостол Петро зберіг Звук зберіг в дворах Таку чергу можна побачити в будь-якому дворі Цэк! Цэк! Мужки. Звук зберіг Зберіг Все равно закинчилось. Додамо пару крапель Клю Курасао. Серия коротких замальовок. Забирай після невдалого Харакири. Та нічого до свадьбы заживе, заживе до свадьбы. Провідниця потягу в магазині жіночі і білисти. Так, жіночка, я не зрозуміла, чого воно не в кулючок. Питаю, що не запаковане. Музика Конкурс еротицій для людей дуже низьким рівнем IQ. Та ви можете парашют нормально скласти. Сергію, це звертання. Після нього пов'язково ставиться коло. А не посидеть. Не даремо тебе мати луптвала підвищеного української мови. За дев'ятий клас. Так, оце відбиток. Шановні подачи, як ви зрозуміли, в нашому дворі є все. Але головна потія нашого двору – це весілля. Отож запрошуємо вас на весілля Саши Грей. Зустрічайте! Щаслива молода! Зустрічайте! Молодим! Молодим! Підідідь, ітудь! Зустрічайте! Підідідь! Как мы видим у всех в сборе, просим у вас до святкового стола. Пробегусь, задыхайся счастьем, ведь повсюду детишки, цветы. Никогда не наступит ненастье в дворике нашей мечты. Это моя команда КВН «Аршкоуру», «Малая церковь». А я напоминаю, что тема прессия, а у нас во дворе, естественными шумеем, выступает команда КВН «Маркаде». Доброе утро! Пойдемте. Доброе утро! Доброе утро! У каждого из нас есть домика, а для этих людей она особливая. Встречаем вам, а пусть и под подъездом. Он неígenа «Ар Uneção» Кведо Вона! Кведо, Лена! Слушай, кэгэй, там у двадцать восемь — другой, ой! Легай, голый миланд! Оф... Тиша такая ничул, ничего... Что они там, прав без ? ПОСТИРА А ты не видела, где это Люба делась за то, что петушами торговала? А ты что не знаешь? Вона же переезжала на Ауку! Есть Интернет? Купуй верши на Ауку! А что это у нас в дворе появились такие парни? Страшно видеть, неважно пообсуждать кого-то. Так, так. Опа, пацанчик, а ну стоять! Мобила есть? Есть! А ну, сфоткай нас, братишки! ПОСТИРА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Ну где этот Убровком? АПЛОДИСМЕНТЫ Так, 16-я квартира есть? Да, да, 16-я. Отлично. 22-я квартира есть? Есть. А это кто? А это у нас Леночка, новенькая. И что Лена умеет? Лена, продемонстрируй. Время, 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 и пока, И два петли так прохала нормально, Но вдруг не сделано, Но вот тот самолет, Живее, присыплиться не смог. Кошка. Кошка. Почему это вы меня так сразу не взлюбили? А зачем оставлять на завтра то, Что можно сделать сегодня? И вообще, Леночка, Вот вы видели футбольный клуб черноморец? Да. А афроамериканца обнаженного там видели? Нет. А годы-то идут, Лена. Годы-то идут. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну что, друзья, Все ко мне есть радостная новость. Мой сын поступил в университет. Итак, смотрим. У деканата. Да где же я-то декан? Уже полчаса жду. Ты Иван. Декан? Я декан. А ты Иван. А я декан. А ты Иван. Я хочу терпеть. Я хочу терпеть. Так, все ко мне, все ко мне, друзья. Все ко мне. Я, как и правду, Хочу вас спросить. Какая тема Сегодняшнего собрания? А? Какая тема сегодняшнего собрания? Да какая же тема сегодняшнего собрания? Что, экзамен в театрале я не сдал? Не сдал. Какая тема сегодняшнего собрания? Открытие магазина нижнего беля в нашем доме. Интересно, не как? Вот давайте посмотрим. Парень выбирает нижний белье у девушки. Добрый день, я проносится Ирина. Вам чем-нибудь помочь? Здравствуйте, мне нужен лифчик, что ли? Да, лифчик нужен. Не проблема. Вам какой-нибудь конкретный или подобрать чего-то? Мне к вот этому вот верхушечку подобрать. Да не вопрос. Какой размер вам нужен? 42-й. Да ненавидно. 54-й. Николай, мне нужно грудь. Да я пишу, что вам грудь нужно. Так, ладно, скажите. Больше грудь, чем у меня? Даже у меня больше грудь, чем у вас. Да я говорю, вообще, ха! Я вас сейчас ударил. А рядом сдачи. Сдачи у меня, здесь я продавец. И вообще, в арахоны ведут за день, в вас миллион приходят. Все как-то садят. Какая приятная ткань. Это шерсть? Нет. Это сидец. А где брали? Покажем. Пойдемте, покажем, да? Давай еще раздум. Вы меня, конечно, извините. Я тут новенькая. Но я ничего не понимаю. Лена, ну привыкай. А вообще, дорогие девушки, вы иногда даете ну совсем непонятные намеки. Смотрим. Дорогой. Знаешь? А я сегодня видел майского жучка. Майского жука, ну что? Как что? Ну если я видел майского жука, значит влажность воздуха больше 63%. А если влажность воздуха больше 63%, значит земля уже прогрелась. А если земля прогрелась, значит можно перекапывать. А если землю можно перекапывать, значит туда можно сажать рассаду. А если туда можно сажать рассаду, значит мои родители уехали на дачу. А если мои родители уехали на дачу, значит все это сама дома. Понятно тебе или нет? А вообще, дорогие друзья, у нас в доме поселилась индийская семья. И вчера они нам показали самую переигранную сцену драки в индийском фильме. Боже, моя нога! Дорогие друзья, вот знаете, мы перед тем, как выйти на сцену, очень переживали, поэтому чуть-чуть выпили. А когда вышли, то увидели, что в жюри большая часть зрителей в зале тоже переживают. А в пятницу вечером вся страна так переживает, друзья. Ничего страшного, не переживайте, здоровее будете! А это была команда избрана «Метра Держиц» Шума Мэлла! Ну что ж, вот мои благополучия закончили первый конкурс «Разминка» только с визитком. И вашими аплодисментами приглашаю все команды на сцену! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Что делать, если вы залили соседа сверху? Что делать, если вы залили соседа сверху? Залыю мукамины! Что делать, если вы залили соседа сверху? Пойди еще и другую ему пожадать. Что делать, если вы залили соседа сверху? Ребята, давно пора убрать фонтан из зала. Что делать, если вы залили соседа сверху? Перестать полностью наполнять свою квартиру водой. Вот это прикол! Что делать, если вы залили соседа сверху? Пойди с параллельной усадкой. И сверху! И сверху! Что делать, если вы залили соседа сверху? Залейте еще и соседа снизу будет сэндвич! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В следующем этапе мы влашаем команду «Картуж» с умами. Мой сосед – очень дорогой юрист. Его услугами пользуются единицы, потому что у него белая. А какие интересные соседи есть у вас? Мой сосед – очень дорогой юрист. Его услугами пользуются единицей, потому что у него белая. А какие интересные соседи есть у вас? А у нас есть Путана Галина, и ей пользуются даже этот юрист. Мой сосед – очень дорогой юрист. Его услугами пользуются единицей, потому что у него белая. А какие интересные соседи есть у вас? А у меня по соседству живет мальчик Адольф. Очень хороший мальчик, но он почему-то все равно всех 10 в классе. Мой сосед – очень дорогой юрист. Его услугами пользуются единицей, потому что у него белая. А какие интересные соседи есть у вас? А у меня порой живет гламурная баба, а не гламурная. То гламурная люка рефер, а не гламурная тостер. А что у него белая? Мой сосед – очень дорогой юрист. Его услугами пользуются единицей, потому что у него белая. А какие интересные соседи есть у вас? Моя соседка самогонщица. На нее такой спрос. Мой сосед очень дорогой юрист. Его услугами пользуются единицей, потому что у него билайн. А какие интересные соседи есть у вас? А у меня есть соседка мама Катя. А сейчас я говорю, что у Романа Катрин. Every day I'm shopping. И с вами. Мой сосед очень дорогой юрист. Его услугами пользуются единицей, потому что у него билайн. А какие интересные соседи есть у вас? Мой сосед из Нигерии месяц молился на воду из-под крана. Пока он не получил счет из водоканала. Светлана Катя. Светлана Катя. Светлана Катя. Мои соседи сверху иностранцы, африканцы. Сбоку живут китайцы, а снизу иностранцы. Вам не кажется это странным? Мои соседи сверху африканцы. Сбоку живут китайцы, а снизу иностранцы. Вам не кажется это странным? Мне кажется, была бы у тебя собака, еще бы в карете подселились бы. Мои соседи сверху африканцы. Сбоку живут китайцы, а снизу иностранцы. Вам не кажется это странным? Да ничего странного, потому что мы живем в пятом общежитии. Мои соседи сверху африканцы. Сбоку живут китайцы, а снизу иностранцы. Вам не кажется это странным? Мои соседи сверху африканцы. Мои соседи сверху африканцы. Сбоку живут китайцы, а снизу иностранцы. Вам не кажется это странным? Нет, Саша Грэй уже привыкла. Мои соседи сверху африканцы, а снизу иностранцы. Сбоку живут китайцы, а снизу иностранцы. Вам не кажется это странным? Когда сверху черный, а сбоку красный, а снизу желтый. Походу это пачкаю иностранцы. И совершая сегодняшняя разбитую команду Крэй с большой рукой в городу Газ. Вопросы соседям. А у нас в квартире Газ. А у вас? А к нам прилетел водолаз. Это походу был ваш Газ. Вопросы соседям. А у нас в квартире Газ. А у вас? Нет, мы из 5-го общежития, мы не знаем, что это квартира. Вопросы соседям. А у нас в квартире Газ. Начинаем раз, балбас! Вопросы соседям. А у нас в квартире Газ. А у вас? А у нас в квартире Газ нет. И когда заморозки, мальчик с очень крупными зубами, стучит дезвины. А у нас в квартире Газ. Вы можете завершить наш конкурс. Разминка. Ну и, конечно, оценки за конкурс. Другая команда говорит, даже два гола белая цепь. 7, 6, 7, 7. Броси. Команда говорит, когда я говорю. 6, 6, 7, 7, 7. Команда говорит, что попало, не продержится. 7, 7, 8, 7, 7. Команда говорит, как душ, пород супы. 6, 6, 7, 7, 7. Команда говорит, как сырой, пород оконсан. 7, 7, 7, 7, 7. И, команда говорит, что попало, не продержится. 6, 6, 7, 7, 7. Ну, что мы можем отправить наши команды дальше кататься к следующим конкурсам. А пока наша учетная комиссия подводит оценки. Хочется очень всем любителям и почитателям. Друга. Что во всемирной сети интернет, кроме одноклассников, и в ВКонтакте есть и другие сайты. Например, страничка Ассоциация КВН Украины. Ее адрес там www.kvn.org.ua Всю жизнь Ассоциация КВН Украины, официальные документы и другие ассоциации. Многое, многое другое на сайте www.kvn.org.ua Маленькая реплама нашей ассоциации. Приходите, заходите. Рады. Всегда всех видеть. Ну что ж, а у нас есть оценки. Оценки заходят курс. Разминка. Команда КВН Картуж. 6,6. Команда КВН с большой группой. 6,6. Команда КВН РКД. 6,6. Команда КВН H2. 7,7 балла. Команда КВН Шопопала. 7,2. И команда КВН Кислород. 7,4 балла. 7,2 балла. Команда КВН Картуж. 13,8 балла. Команда КВН Х2У. 14 баллов ровно. Команда КВН Кислород. 14,2 балла. Команда КВН с большой группой. 14,4 балла. Команда КВН Каркодель. 14,4 балла. И как команда КВН Шопопала. Не просерживаться. 15,2 балла. А следующий третий новый курс называется «Импровизация». Не забывайте, когда их команды получили задание, которое называется «Тоска объявлений в общежитии». Рекламент каждого выступления полторы минуты. И первая команда выступает «Шо попало? Не произвожусь в вашу аплодисменту». Тоска объявлений в общежитии консерватории имени Дейцы. Нюша. Очень необычная доска, поскольку она музыкальная. И чтобы разместить там объявление, нужно знать много песен. Итак, одно из объявлений на доске этого общежития. Исключается из университета студент Юрий Цымбалы. За тебя, ковы, мадам, дышу дьяволу, братам. Именно эту песню он громко пел на маленьком плоту. В то время как-то не хотелось ему учиться, учиться и еще раз учиться. Говорили ему Ленин, такой молодой, лежит в мавзолее, скучает. А Юра плачет дома и смотрит фильм «Чужой», «Чужой 2», «Чужой 3». Чужие губы тебя ласкают, чужие губы шепчут тебе, что ты одна, ты одна такая. «Чужая 4», «Чужой против хищника» и терминат «Рак» смотрит наш парень Юра. А вот как его отлупил ремнем родной батяня, батяня Камба. Не прятал ты из сердца за спины, ребят, а ремнем так лупил. Что ж, когда яблони цветут, всем девчонкам нравился яблец. Но как-то разонравился я в один момент, потому что, ах, этот парикмахер. Его подстриг парикмахерской и его прическу. Все называют женской. Но Юра продолжал, не отчаянился. Он работал бухгалтером, хотя приходили трудные времена. После этого Юра поменял имя на Олег, шило на мыло, фамилию на скрипку. И начал профессионально заниматься записыванием рекламных роликов для страны. А теперь на доске объявлений есть еще одно такое. Изобрету радио, Попов. Украду радио, скажу, что изобрел. Кулимо Маркони. Спасибо, дорогие друзья. А вот это лучше попало. А следующая руководительница, команда КВН, с большой победой, город Луганцев. Здравствуйте. А мы, как команда КВН, поездили много по разным университетам. И были в разных общежитиях. На доске объявлений которых видели много абсурдных объявлений. И, собственно, самые лучшие из них. В общежитии Луганского ПТУ культуры и бескультурья. Луганский ПТУ культуры и бескультурья благодарит и ни во что не ставит всех-всех-всех-всех. Куплю документы из зарядного устройства мобильным телефоном Nokia C2, Samsung Galaxy S3. И к такому, как был у Сереги и 43-й. Прости, Сергей. В общежитии Национального колледжа переубеждения принимают мусульман на праздник Светлой Пасхи. Объявление в любом эфиопском общежитии. Воды не будет сегодня, завтра и всегда. В общежитии Промолково проводится день открытых дверей, окон, комплектующих и металлопластиковых изделий. В общежитии Академии Связи 23.05.13. В общежитии номер 5 нашего вуза будет проведен стационарный телефон. Ура, товарищи! В общежитии Университета Панки. А-а-а! Вот он там. В общежитии Колледжа Разоблачений. Деда Мороза не существует, земля круглая. С помощью деньги нельзя посадить кинескоп. Но в женском общежитии сдаётся дом для девушек, горячая вода, шакузи, индивидуальное отопление, раздельный санузел. Проживание с хозяевом к нам. Обращаться по адресу. Калифорния, дом, плейбой, спросить хюлхэф. А теперь пройдёмся по луганским общежитиям. Национальный университет. Вай-фай-зона. Медицинский университет. Вай-фай-зона. Аграрный. Осторожно, вай-фай. Поэтому мы студенты аграрного всегда на чеку. Спасибо за внимание. Это был спец, командный проект с большого ракоменда. А наш ракоменда проект каркадетно, ракоменда. Так, вот так, так. Так, квартиры, квартиры, сдам, сдам. Продам, выдам, удар. Так, что тут, что тут, что тут. Ось, новое оголошение. Так, куплю мангат. Мангат. А тут, что, а тут, продам шашлик. Оперативненько. Так, пропала собака чалуча. Чалуча. Так, куплю таблетки від склероза. Куплю таблетки від склероза. Куплю якісь таблетки. Так, сдам, сдам мангатуру, сдам металлопластик. Это что такое? Сдам сессию. О, это пригодится. Так, так, так. Сникла совесть. Прохание не повернути. Мне и так нормально. Так, так, так идем дальше. Продам iPad. Бу. ПРС. Дякую, що не повернули совесть. Так, а тут на що? Що, що, що? Так, продам? Продам сексуальний наряд. І придбаю я діджейский пункт. Саша? Ага. Так, студенти. Студенти, які вже мають дві вищі освіти та мають дитання багатьох мов, запрошуються на роботу в Макдональдс. Так, куплю шахунь Еліпан. І куплю беруку терміново. Куплю джек-деніас на розлив. Куплю печінку гарного стану. Дякую за увагу. Команда наймоток. Дякую за увагу. Следующее приглашаю командам Банки Славно Абональдсу Юльдинсу. Дорогие друзья, поскольку я сам не живу в общежитии, поэтому доска объявлений в абсолютно любом общежитии для меня это уже конкурс супровизации. Просто взяли, читаю теперь для вас. Итак, первое объявление. Решаю комплексной по физике. Неправильно 10 гривен, чуть-чуть правильно 15 гривен. Правильно для Академии Связи не решаю. Продолжаю. Была утеряна изданная сессия. Если кто найдет, спасибо, оставьте себе. Уважаемые студенты третьего общежития, которые живут возле кирхи. Если у кого-то из вас день рождения, то в церкви свечи задувать необязательно. Не можешь пробежать 50 метров, прыгаешь всего на 1 метр в длину, подтягиваешься 2 раза вниз, за 2 воланчика научим сдавать зачет по физкультуре, обращаться на кафедру физкультуры. Внимание всем студентам пятого общежития. Всем сдать деньги на ремонт лифта. И помните, отсутствие лифта не освобождает вас от сдачи денег. Люди, а точнее не люди, которые вчера пили, курили и привели цыганский табор в общежитие, мы вас выселяем за то, что вы пользуетесь ленцовчайником. Продал или поменяю. Соседа 93-го года выпуска, корейская сборка. Практически не битый, пробег 4 года по коридорам академии. Идеальное приобретение для доставки продуктов из магазина и конспектов с лекцией. Лаборант экстрасенс кафедры ТЭЦ за пачку сигарет откроет чакры и подскажет, какой билет вы вытянете на экзамен. Ну и напоследок. Одесский лекаро-лёдочный завод поможет закрыть пару зачетов и экзаменов. Одесский лекаро-лёдочный завод уже 80 лет на рынке образования. Дальше по накансовым коллегами перед руководством. А мы приглашаем команду «Картуш» Барансумэ. Эзо 26-го? Студент, который прикинулся шлангом на экзамене, не заметил, как через два дня оказался у завхоза на даче. Итак, объявление. Поздравляю студентов из Мексики, которые на философии доказали, что стакан наполовину кактус. Вася из 413. Верни мое синее китайское одеяло. Оно по-любому у тебя. Да и никакой ты не аватар. Ребята, просьба не включать громко музыку, потому что в актерши танцуют локтями. И все танцуют локтями. Звукарь, ты издеваешься? Кусочек истории на доске объявлений. Мало кто знает, что за то, что Морзе придумал свою азбуку, его называли дядя. И только близкие друзья называли его нежно будди. Дайте посмотреть конспект по термодинамике, хотя бы одним глазком. Подпись. Правночка Кутузова. Работа для студентов. На завод по празднику слушайопытцев требуются китайские студенты с четко выраженным промежутком между первым и вторым пальцем. Уголок в актерши. Уважаемые состанисты из 205-й, просьба прекратить призывать дьявола по вечерам. В актерше надоело объяснять, что вход только по пропускам. Уважаемые жильцы 302-й комнаты, любите гулять голом и по комнате, ставить опыт над людьми? Не доверяйте тюлю, купите наконец-то штор. Ну и вот конец. Только студенты Одесской академии связи по ступу в дверь могут определить, зачем пришел человек. И в совершении приглашаем на сцену команду КВН H2O «Бивая церковь». Не буду пунктовать. После того, как Абиндаша единично обиделась, что ее называли доской объявлений, она увеличила грудь и ушла в другой бизнес. А объявления новостей и жалобы теперь пишут на нашем заборе. Итак, забор объявлений нашей общаги. Рокет-ролл мертв! И внизу мелко. Ой, хватит бы думать. Это не причина, чтобы не платить за комнату. Бухгалтерия. Девушка, играющая вечером на тромбоне. Пошли вечером на свидание. Подпись «Барин с плохим слухом». И внизу. Ну пожалуйста, ну сходи. Подпись «Сей десять этажей общаги». Мастер-классы. Ужин на двоих за шесть кривен семьдесят копеек. Смотрите каждый вечер на любой кухне в нашей общаге. Не забудьте. В понедельник замена белья. Четные этажи меняются с нечетными. И не нойте. Машинка в ремонте надо понимать. В среду в актовом зале общежития пройдет встреча со спонсорским бойлером. И не говорите потом, что вы его глазами видели. Выходите в город с попкорном ровно в восемь вечера. Увидите самый яркий реалити проект нашей общаги в первокурснице после душа вечером в комнате без штор. Еще ось таке прочитали. Установлю винту за колбасу. Витам в добрые руки пекинеси. Бо мне человек зуба и играется за местопочем. Придам стильные брики. Питпись, а не ним. Продам костюм сабзеро. Питпись, Александр Мороз. И нас там. Адам таблетки, вызывающие ручной ктеродактиля Валеру. Взамен на керево мудрости. И внизу фломастером. Блин, глядите уже во внешек в угоне. Дякую за мной команда КВН «ЖДОВ». Ну вот и прошел третий конкурс под названием «Инпресс» и оценки за подвоз. Первый раз у нас команда КВН «ЖДОВ». КВН «ЖДОВ». 7,6,7,7,8. Команда КВН «Большой Буппы» – город Луганск. 8,7,8,8,9. Команда КВН «РКД» – город Думы. 7, 6, 7, 7, 8 Команда команды Кислород, город Одесса 8, 8, 9, 8, 9, 9 Команда команды Картуш, город Сумы 7, 6, 7, 7, 8 И команда команды Картуш, город Сумы Белая церковь, Сумы 6, 7, 7, 8 Ваши аплодисменты И пока шокная комиссия подводит итоги Хочу рассказать благодарности команда Картуш, город Одесса Благодарит ректора Академии связи Петра Петровича Воробьян И все, кто здесь собрался Ребята, молодцы Команда команды Картуш тоже благодарит Приватбанк в надежде на то, что им дадут кредит С большой трудовой выражает благодарность звуку оператору И обещает не пить его после Крым И команда Картуш выражает благодарность средств Ваши аплодисменты Ваши аплодисменты Ваши аплодисменты Ваши аплодисменты Ваши аплодисменты Ясо include Главы Команда КВН «Картуш» суммы 20,8, команда КВН «Ашгору» 21,5, команда КВН «Большой бутвы Луганск» 22,4, прошу прощения, команда «Шокла Папла» 22,5 и команда «Кислород» 22,6. Это был у нас третий импровизационный конкурс, но и наконец у нас остается последний конкурс, это домашнее задание, тема конкурса «Дом, в котором я живу». Реклама 5 минут. Первая выступает команда КВН «Бородомы», встречайте. В доме, в котором мы живем, есть моя футбольная дворовая команда. И сейчас мы проведем с ним экресс-конференцию. До встречи! Доброго дня! Представьте себе, пожалуйста, расскажите про себя. Я 9 метров. А я Зинаида Зидан. А вы кто? Раньше мы врагуем, потом я снял с вами и мы перестали чморить. Добре, добре, ну тогда идем по теме. Кто у вас будет в основном складе? В стартовом складе можно увидеть зав-склана, сторожев-склана. И если будет потребоваться, то два хороших, которые сразу стартуют. Добре, а чем вы будете удивлять нас? Ооо, а наши хлопцы записались на гурток рукодиля. Теперь наши хенри будут вязаны. Добре. А спонсор нашей команды – секонд-хенд. Главное время посередине, чтобы потом не выняли. Добре, добре, расскажите про правила, какие дают у вашей команды. Мы играем по юнициарху и по бордюру. Главное правило. Так, а судей у нас не мая. А кто же вас судить? Бог нам судя. А сколько участников определяете грех? Какий грех? Пока солнце не сядет, как мы реку саду не начнут. А еще у нас есть такая традиция. Тим, кто запизняется, мы далеко страшны. Бейдем? Ну, конечно, бейдем. Главное время всегда и запизняется. А спонсор нашего показа – самогон-от-деда Петра. Самогон-от-деда Петра. Ты обрагу дверь употребал. А какие непередбаченные ситуации у вас страплялись на поле? О, одного разу зайшла корова на поле. Там ее пів дня на люцарку тянули. А взагалі, а чего вы с командой девчинами? Девчинами. Девчинами. Девчинами, а я так думаю, чего Петрович на штрафник не прикрывается? Добре, а расскажите, пожалуйста, какая у вас была самая складная игра и с кем это? А найскладнейшая игра была с арсеналом. Мицне, але ящик вы через пиводи не выбрали здесь. Добре, добре. На шаль, мы можем закинчивать нашу пресс-конференцию. Так, так, так. Нам пора на боги. А, боряки сапаты. Хмельницкий славится своим базаром, Донецк своим вугильям, а Одесса? Да, что тут сказать, сейчас сами все увидите. Ого, людей, сколько? Да, ничего. Я говорю, последний маршрут, что нормально, и все в меня уляжутся. Ура, холодно. Как ты думаешь, тут не хайбану? Да нет, я думаю, по колено. То в тебе не хайбану. Ладно, людей, сколько? Эй, пацаны, здесь с вами вместо садят. О, а ты вы, Артур, вместо садят. Я вообще с ним пошел. Простите, просите, 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 просите. О, что там таке? Да я думаю, по лизу. Девушка, дайте вашу остырю очень много захоронений. Доченька, проченька, ну так, чуть-чуть. А у тебя это куда случается в соль? Надо едете, нет? Нет? Как я задам, ты смолевистый. Не пастер. Не пастер. Не пастер. Это красиво. У меня есть вот крема. Давай я прохожу. Массаж, что ты такой, массаж. Что ты улыбаешь? Сюда же ты в нее в горе. Я говорю, ты в нее в горе. Пахлава Миновая, кукуруза, покупаем. 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 Так что сходим вас попытаться обязательно. Ну что ж, следующая команда Каверина, «Картуш» в роли Сумы, встречайте! Евгений? Если здесь не человек, то не садитесь. Ваше внимание предлагается рассказ о необычном силе. Бесконечное сегодняшний апогей. Архитектурная ценность. Позират Аполлона и Фран Кузьмича. Главный герой. Протива. Житель села. Новый апогей. Ну вот, мой новый дом. Ту-ту-ту! Не успел ехать, уже соседи. Ну, замените. Причесал я карася на скоту, лизнул гуся. «Привет! Я косы нарвал. Будешь? Какие косы? Ты кто? Ах да! Я твой новый сосед. Петя! Внезапно! Ах! Не буду голову ворочать. Пойду-ка я и скупнусь. Как выше речки нет. Не, ну молодой человек. Вот с таким настроем и ваши дети, и наши дети. И утка без ноги. И такое-сякое прессе. Вот захар большой лопух-лопух-лопух. Съел полкило эмулькатора и опух-опух-опух. Пойдем покажу. Сиди на месте. Так? Никто никуда не уходит. Собираем деньги, здравствуйте, на новый лифт. Здравствуйте, девушка. Какой лифт? У нас же честный сектор. Вот, блин, на первом же доме браковалась. Прошу прощения, у вас было закрыто. Поэтому я выбил стенку и разорвал ковер. Ну что, мой сосед тоже? Да, я официальный. За ЛНВ! Еще, еще, еще. Рвай! Если нет, а вам? Спасибо. Вы не обращайте внимания на то, что он такой странный. Он просто контуженный. Вы, кстати, заметили, что в слове ВДВ он первую и третью букву меняет местами? Да ладно! Прощайте, урод! Прощайте, урод! Прощайте, урод! Прощайте, урод! Прощайте, урод! Женщина из третьей страны! Привет! Я твой старый сосед Василий. Я тебя узнал! Вася, вот скажите, пожалуйста, ты зачем за мной постоянно переезжаешь, а? Нет, ну как? Ты добрый! Хороший! Ну это так! Не без этого! Привык я к тебе! Спасибо! И вай-фай у тебя, и запароленный! А ну и чуть-чуть! Да! Никто никуда не уходит! Собираем деньги на новый костюм Гоголя! Какой костюм? Мушкитера! Девушка, давай вообще в своем! Да, в своем! А вот Гоголь голенький! Здравствуйте! 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 Как вы относитесь к спору? Хоть иди нормальный человек! Люблю! Спорт люблю! Я хотела бы вам предложить занятие аэробикой! Замечательно! А где они будут проходить? В лесу? Как? В лесу! Вы будете очень быстро бегать, потому что за вами будет бежать медведь? И все? Нет! Потом вы будете очень быстро бегать и оглядываться, потому что за вами будет бежать медведь и крутить хула-ху! Что? Простите! Собирайтесь у медведя через полчаса электричка! Разом! Никто никуда не уходит! Так, давайте бежим очень быстро! Собираем деньги на новые ворота! Так! Моему барану не на что смотреть! Берите свою петерку! Только идите! Идите уже отсюда! Доброго вечера, парни! Доброго! Доброго! Каждого року в нашем славном цели в цей час відбувается таке святое, як Квашаниця! Кваша, Кваша, Кваша! Дайте дядьку горобця! Не дайте горобцюosesary продукare в городе! Ори кур 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 Мы славим квашеницу за то, что ей пчел родится, за то, что вода течет. Мы славим уже! Никто никуда не ходит. Собираем деньги. Стой! Какие деньги, девушка? У нас же праздник. Квашеница! Квашеница! У меня новоселье. Ну, я не знаю, вы съешьте халвы. Не бою я домой, буду ездить в пирог с халвы. Вы можете, как свет в конце табеля, термистый осветить наш путь. Когда стоим в пропасти над бездной, вы можете помочь или столкнуть. Пожалуйста, мы постараемся от фенал пробиться. А вы постарайтесь нам помочь. А вот такое все католическое выступление было у команды КВН «Картош» Баранцовы. А сейчас встречаем на сцене команды КВН «Шоя Попала». Надо мне предсажить. КВН «Картош» Баранцово «Картош» Баранцово «Шоя Попала» Володь, идите ко мне, надо правильно сделать. Алло? Алло, это Колубьев? Да, это я. Это Медведь, опять это русская мафия. Да? Колубьев, ты забил, как ты прокидал меня в прошлом году на партию медовой коклови. Ты за это поплатишься, мне год пришлось сосать лапу. Я задушу тебя струной от Балайки. Я же колокол, у меня нет шеи. Тогда я перееду кипья на своем велосипеде, в одну кольёсту. И... Опять уляпался в какой-то панетах. Колобок, привет. Привет, вот так. Короче, по подставкам, я не нашел то количество пирожков, которое нам на сегодня нужно. И чем по твоему не будут закидываться в клубе какой-то химии? Ну а как же наши магазины с легальными пирожками по всей стране? Это не вариант, нас может спалить госпирожкопонтроль. Да, точно. Пойду, созвоню с зайцем, что-нибудь придумаем. Вот. А кто мой? А я лица, я пою. Ну так спойте нам. Косят зайцы траву, трыть траву на поляне, и при этом напевать странные слова. Аллах, Аллах, Акбар, Аллах, Акбар. Ой, как хорошо. А где что такое, извините? Есть песня о раннем браке. В юном месяце апреле мы с тобою залетели. И сальца. Колобок, а что это у тебя такое? Пепоть? Это кунжут. А три дырки на спине, это перестрелка? Это буллстрайн. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О, у вас товар? Отлично. Добрый день. Будете чтё-то заказывать? Знакомый акцент. Да, потому что это я. Голубьёк, ты умрёшь. Слышь, ты лопастоз. Тебе не кажется, что ты спонсил? А вот и нет. Я уже два года хочу под видеть. Заяц, волк, заяц, волк. Ну, Заяц, ну погоди. О, боже, колобок. Колобок! Колобок! Заяц, волк, жопа! Заяц, волк! Заяц, волк, жопа! А я ж естественный, я колобок. Был колобком, а зал ну, биков. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Голобок, меня ранили. Забирай сумки с товаром, уезжай в простоквашку. Там дядя Федор мой, грёстный, он тебя спрячет. Зачем я в глазу? О, живот! Зачем я ел зелёные апрекосы? А мой живот, жаль, есть активированный уголь. Какой активированный уголь? У тебя виски был натравлен. Друзья, это апрекосы. Ешьте активированный уголь и зелёные апрекосы. О, бананай, нет. Я жил. Жил. Пулька дура попала мне в матрёшку. Матрёшка, нет! Я жаленец, я жаленец, я жаленец. Друзья, в этой горе есть единственная вещь, которую можно поднять даже мёртвым из моих. Это корейская музыка! Друзья, не творится? Знаете, наше сегодняшнее домашнее задание похоже на домик трёх поросят. А вот какой именно, это мы узнаем по вашим аплодисментам. Спасибо. Это была команда Шопопава, город Непрадзешинск. Ещё достаточно много смертных. А в следующий раз вернутся мы, команда Крэнкс, большой пупы парня из Луганска. Шопопава, плачь, вам пульку. Друзья, тема домашнего задания «Дом, в котором я живу». Но нам сейчас, если честно, не до этого. Саша перед окрой не бросила девушек. Только представьте себе, как тяжело к аванчику выступать, когда перед окрой случается... Что ты раскис? Надеюсь, всегда. Ты красавчик должен идти. Шо, вытри слёзы свои, вытри слёзы. Где сидит? Там сидит. Кто сидит? Фазан. Каждый охотник считает знать, где сидит фазан. Зато какая мне девушка? Девушка, где твоя сидит? В зале сидит. Ну так пойди и поцелуй. Я не буду её целовать. Зачем её? Кого-нибудь другого поцелуй, чтобы все увидели, что ты мужик такой, но все способны. Слабо тебе? Я мужик. И слабо тебе? И слабо тебе? Ну пошло быстро. Саша, ты совсем кого-нибудь будешь? Это твоя пыльша. Саша, это твоя пыльша. Саша, это моя пыльша. Саша, я иди сюда на сцену. Погоди. А вы что радуетесь, КВН-чике, а? Слабо вам отыграть миниатюру без одной ноги, а? Вообще нет. Ну давай посмотрим. Представьте себе тренировку футбольного клуба «Динамо Киев». Да ладно, ребята, мы их так все так на самом деле. Усложняя задача. Вам слабо, вот тебе, например, целоваться с девушкой и в этот же момент отыгрывать меня отюм. Нет. Ну я объявлю. Представьте себе, представьте себе... Ограбление банка. Это ограбление. Всем бежать. Ээээ, чтоб он начал. Тихо, тихо, тихо. Стоп. А давайте вот сейчас шестим. Вот сейчас слабого проявить свою фантазию придумать новый вид спорта. А? Запас. Ну-ну. Друзья, а сейчас мы переносимся на чемпионат мира по сну. И в этой битве у нас скрестнется депутат областного совета. Дорога, дорога. Город, дорога. Все по стране, все по стране. И вахтер пятого общежития. Не слипнется, не слипнется. Шоколадку неси. А я напоминаю, что спонсор нашего соревнования – Клафелинчинца Оксана. Да начнется лютая схватка. Ой, вахтерша, давай я в тебя верю. Давай. Давай. Депутат, вот это контур наступления. Бартер, товарищи, это бартер. Вот это блок. Давно депутаты не делали таких блоков. Ребята, у нас есть проигравший. Какая Тимошенко, иди. Ну и разбудим нашего победителя. Берем я с пассажиршня. А вот сейчас давайте уже устигнемся. Нужен сменчат, которому неслабо подойти и нарезать лещи ведущему. Шо думаете, я не смогу, да думаю. Может у него нет пол? Тихо, тихо. Человек может на водой работать. Может, че он сто гривен и игру не может принести? Так у него ж мелочь. Ну, может, у нас же учебом на водой работать, шо? Вот, а давайте вот так вот вам неслабо, а ты там... А вот тебе, че ты нам слабо, слабо? Тебе, вот знаешь, вот слабо... Так, ты мне про слабо давай, няня. Я дедом воспитал чуть-чуть по-другому. У нас такого слабого не было. Было нужно. Я помню, дед рассказывал, волевой мужик. Говорит, и лезу я. В 43-м вот так. А немцы боятся. Говорит, а я лезу. А немцы боятся, сейчас рванет. А вот им хлопушку в бантанках. Бах! С 1 апреля до 9 мая. Вот. Я не пойму одного, чего ты на нас наседаешь? Так, я не пойму. Ребята, это ответственная игра. И дело не в том, что нас очень строго судят жюри. Нас сегодня судит еще и за Цезарь. За сложный день улетит. Цезарь! Это были пацаны с Большой Куртой. Город Луганск. А в завершении эмлайнерами сегодняшнего выступления просим на сцену команда «Город Кесаров». Друзья, друзья, стоп-тв. На самом деле мы узнали, что недавно наш долг, Украина, была признана номером один среди пиратских государств. И сейчас мы встречаем делегацию, которая представляла нас на конференции по борьбе с пиратством. И теперь скажите, что вот так вот вы поехали на конференцию. Ну да. Ну просто тема конференции была. Борьба с пиратством. Борьба с пиратством. Слушайте, а кто хотя бы от нас выступал? Ну этот, министр АПД. Ну хотя бы видит свой нормальный человек. Позовите его сюда. Тебя зовут. То есть вот вы министр АПД в таком вот виде выступали на конференции? Да. И что вам сказали? Закрыть АЭКС-ЮАЙ. Закрыть АЭКС-ЮАЙ. И вы? Закрыть АЭКС-ЮАЙ. Закрыть АЭКС-ЮАЙ. Не, ну честно, это смотри третий сезон ухаря и обязательно-обязательно закрою. Слушайте, ну это какое-то издевательство. С вами всё понятно. А кто вот этот нелый неадекват? А это наш друг Сомали. Он издевается над нами, что вы теперь лидеры перронских стран. И вообще, знаете, в Випице они всё такие странные. Закрыть АЭКС-ЮАЙ. Закрыть АЭКС-ЮАЙ. Закрыть АЭКС-ЮАЙ. Закрыть АЭКС-ЮАЙ. Закрыть АЭКС-ЮАЙ. Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Лигу Европы! Я вас всех еще выгоду! В Лиге Европы! Здравствуйте! Меня зовут Роман Гиттерчук. Я главный тренер ФК «Чертомолец». Мы теперь по ходу с «Динамо» будем вместе в Лиге Европы играть. Давайте на автобус один скинемся, а тут два гонять. Лига Европы! Я продавец «Чертомолец» Я 23 года продавал «Чертомолец» символикой Лиги чемпионов. Но теперь, благодаря Олегу Млохину, я наконец-то могу обновить гардероб! Лига Европы! Меня зовут Артем Мелязов. Вы понимаете? Для меня ничего не изменилось. Лига Европы! Здравствуйте! Я Рафаэль Бенитес. И я с «Челси» вырвал победу в Кубке Лиги Европы. Вы меня уволили. Логи в Лугай! Лига Европы! Лига Европы! Я – хранящий, болельщий ильинского «Динамо». И мне надоело получать людей от почистил Юнайдера, Реал Матрии и от Барселоны. Тераспольский шевик, Бухарест, Грестяло. Мы с вами! Лига Европы! ПЕСНЯ Лига Европы! Друзья, и пока рецептори говорила, ш trop не победа во участие, Мы считаем, что главное это участие в Лиге Европы. До новых встреч! Лига Европы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И как раз пришло время, 1.15 за конкурс «Домашнее задание». Первые выступали команда КВНК РКД «Город Умой». Сюди, 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 сюди шесть. А что вы, Белая церковь? Синь, синь, шесть, сюди, сюди, сюди. Команды говорят «Тартушь», «Город Сюмой». Шесть, синь, 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 шесть. Команды говорят «Чего попала», «Город Немальца Жизы». Синь, синь, шесть, синь, сюди. Команды говорят «С Большой Губой», «Город Уганцы». Синь, 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 синь. И в завершении выступала команда «Город Немальца Жизы». Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, прошу вас, дорогие друзья. Вот и закончилась. Вот и подошла к концовке. Вовлекательная и интересная игра под названием «Клуб весёлых и накопчен». Мы с командой прощаемся с вами. До новых встреч, дорогие друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ